Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала! Заехали в Тверь, микрорайон Южный. Как видите, утепление и отделка фасадов по системе СФТК Мокрый Фасад. Материалы и полностью технологии от компании Боумид. Минеральная декоративная штукатурка. Силиконовые самоочищающиеся краски. Фасаду, по-моему, три. Может ошибаюсь, можете посмотреть у меня на канале. Я 2-3 года назад снимал этот фасад. Ну, проезжали, хочется посмотреть, увидеть, как здесь что. Как смотрю, кто-то уже живет, кто-то продолжает делать ремонты в своем любимом доме. Жизнь течет, земля вертится. На что хочу обратить самое большое внимание. Здесь, что сделано правильно и верно. То, на чем я в свое время настаивал в проекте. Вы видите, каждые 2-3 этажа идет руст. Когда вы строите дом, вы должны не забывать о температурных деформациях. Вы должны разгружать систему для того, чтобы она нормально и правильно работала. Здесь у нас с вами панельный дом, утепленный минеральной ватой. Если у нас снизу доверху будет единый ковер из базового армирующего слоя. Это клей с сеткой и декоративной штукатурки. То неминуемо будут усадочные трещины. Когда мы с вами каждые 2, как на этом объекте, а выше, видите, 3 этажа, делаем либо горизонтальные температурно-усадочные швы, либо русты, как вот здесь эта выборка в толщине утеплителя. И эта выборка полностью повторяется клеем с сеткой. То есть, этот руст работает на самом деле, как температурно-усадочный шов. И тогда уже вероятность появления трещин минимальна. Даже с учетом того, что да, это крупный объект. Что здесь, ну, за работу рабочим платят значительно меньше. Но фасад не будет трескаться. Даже с учетом всех нарушений, всех отклонений, которые могут быть во время работы. Обратите внимание, насколько яркие цвета. По цоколю здесь штукатурка без утепления. Есть подсос влаги. Вон видно даже структуру керамзитобетонных блоков. Водичка всегда дырочку найдет. Был бы утеплитель, если бы, то вот этой бы структуре, разумеется, бы не было. Значит, какие материалы использовали здесь в работе? Приклейка производилась на клей. Боумид Нивофикс. Базово армирующий слой. Боумид Проконтакт. Фасадная стеклотканевая сетка. Боутекс Крепикс 2000. Элементы примыкания с сеткой на оконных блоках белопласт. Минеральная декоративная штукатурка камешковая. Ну, шубка камешковая, кто как называет. Полтора миллиметра. Боумид Спешл. Классика, который. Так что, вот, видите, как выглядит дом. Как смотрится фасад. Следующий за ним фасад, это вентилируемый. А дальше в работе следующий корпус. Тоже утепление по системе Боумид. Еще раз напоминаю. По месторасположению это Тверь, микрорайон Южный. Со стороны въезда в город со стороны Москвы. Совершаю небольшую. Пешую прогулочку вокруг дома. Сами видите, трещин нет. И это очень важно. То есть, вот эти вот горизонтальные русты, вертикальные температурно-усадочные швы отыгрывают как раз деформации. Но здесь сейчас подойдем. Я вам покажу температурно-усадочный шов поближе. Вот видите. Велотерм. И дальше нужно будет добавить герметик. Конечно, есть ударчики. Ну, неопытность рабочих. Потому что все-таки люди работают не за высокую зарплату. Поэтому квалификация не такая, которую, допустим, мы требуем при отделке фасадов частных домов. Но, в принципе, видите, система работает и неплохо. Материал хороший, австрийский. Вообще, подбор цветов красивый. Мне нравится. И дом смотрится. Особенно, когда выезжаешь в Тверь. Видно издали. Дом внушает уважение. 18 этажей. Стены железобетонной панели. Утепление базальтовой минераловатной плитой. Парок. Линия 15. Система Баумид. Приклейка клей. Баумид Нивофикс. Базовый армирующий слой. Баумид. Проконтакт. Фасадная стеклотканевая сетка Баутекс Крепикс. Финишная отделка. Минеральная декоративная штукатурка. Шубка. Полтора миллиметра. Баумид. Спешил. Классик. И силиконовые краски. То, что белый цвет, это тоже краска. Все покрашено. Просто голую декоративку. Базов. Оставлять на фасаде ни в коем случае нельзя. Вы должны это знать и понимать. На фасаде видите здесь каждые два, а выше три этажа, горизонтальные русты. Они работают как температурно-усадочные швы. Если делать базовый армирующий слой сверху вниз единой базой, вы должны понимать, что за счет температурных напряжений, за счет усадок, будет напряжение в базовом армирующем слое, и фасад будет трескаться. Поэтому вот такие вот горизонтальные швы, максимальное расстояние, это три этажа. Обязательно должны быть горизонтальные, либо русты, либо температурно-усадочные швы. Иначе фасад у вас будет просто трещать. И вы потратите деньги впустую. Придется потом ремонтировать за свой счет. Так что понимайте вот эти вот вещи. Физика, эта штука такая. С ней не договориться. Физика ошибок не прощает. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Счастливо, до свидания, мир вашему дому. Спасибо.